Добрый вечер! Конечно, мне немножко разговаривать к пустому залу, а к вам нужно иметь способность такую. Я думаю, эту способность хорошо имеют люди, которые говорят по радио. А вот в Доме Божьем, в данной ситуации, ну, нужно иметь какую-то тоже способность имею. В Священном Писании написано, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и я посреди вас. И вот в моей жизни, когда я какие-то проповеди раньше говорил, когда вы были в служении, или же какие-то проводил беседы, я всегда говорил, смотрите мне в глаза. Почему? Потому что когда человек смотрит в глаза друг к другу, тогда понятно его реакции, его отношения. Но я думаю, сейчас вы у кранов своего монитора или компьютера тоже смотрите мне в глаза. Да благословит вас Господь! И я бы хотел с вами немножко поговорить, поделиться Священным Писанием, которое, ну, допустим, на наше отделение выпало сегодняшнее вечернее служение. Хотя сегодняшнее вечернее – это воскресный день. И мы привыкли посещать Дом Божий. Но я не говорю о тех, которые, может быть, один раз ходят на собрание, или же редко приходили в воскресенье вечером. Утром всегда было полно, а вечером не всегда. То я думаю, что я свое мнение скажу, с чем я переживаю. Я думаю, вы меня поймете. В каком плане поймете? Что когда была свобода, этой свободой человек не ценил. Брат Саша сегодня немножко говорил об этом. В моей жизни, я знаю, что такое свобода – это не тогда, когда вы сейчас сидите, и нету свободы для вас прийти на собрание. Но я понимаю немножко свобода и несвобода в других местах. И вы знаете, как она ценилась тогда, когда тебя выпускают с этой несвободы на свободу. Я имею в виду, когда меня освободили, и я вернулся домой. И, допустим, сегодняшний день я бы хотел увидеть и моих братьев, и сестер, которые когда вместе сидели, вместе пели, прославляли Господа, но время настало такое, что мы не можем это сделать. Но, слава Богу, что мы хоть видим друг друга, кто проповедует его лицо, и певчих. И я знаю, я понимаю, что вы бы хотели и со мной, может быть, поздороваться, и обнять, и послушать, что говорит Господь. Но у меня сегодня на сердце немножко есть такой момент, чтобы мы немножко ценили, ценили друг другом, хотя даже мы и не находимся в Доме Божьем. Первое место Священного Писания я бы хотел прочитать и немножко порассуждать с вами. Это Псалом. Этот Псалом уже читали до меня, другие братья. Но я бы хотел немножко чуть-чуть взять чуть-чуть выше и прочитать, процитировать и порассуждать. Читали Псалом 90-й, но я бы хотел начать с Псалма 89-го. Это будет с 10-го стишка. Дней лет наших 70 лет. Это говорит Моисей, Человек Божий. При большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь. Я не буду объяснять о труде, о болезни. Я немножко возьму во внимание наши года. Вот Моисей определил так, что, ну, вот, хорошая пора. 70 лет. Ну, кто-то при большей крепости уже 80. Я бы хотел немножко поговорить о наших братьях, о сестрах наших, которые в таком пожилом возрасте. Бывали такие моменты, когда посещаешь наших, или посещали в хорошее время, посещали наших сестер, которые по какой-то причине поболезнили, или какая-то ситуация, не приходили в Дом Божий. И мы задавали им вопрос, вот что бы вы хотели, вот какое ваше желание. И многие так и говорили, хотим попасть на служение. Хотим побыть на служении, увидеть своих братьев, увидеть своих сестер. Мы, когда были помоложе, и наши сейчас, в моем возрасте, когда этого не пережил человек, он не допонимает. Он не допонимает, что такое общение, что такое молитва, что такое поддержка. Хотя мы смотрим сейчас на онлайн. Возможно, мы будем молиться и сегодня, и поддерживать друг друга. Но когда в обществе, вы помните такой момент, Давиду сказали, пойдем в Дом Божий. Давид обрадовался. Давиду было так приятно. И я думаю, и в тот момент я думал, ну почему они так хотят в Дом Божий прийти? Почему? Причина. Вы знаете, дальше, что Моисей говорит, это 12 стишок. Для меня он очень-очень такой трогательный. Научи нас так считать дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Братья и сестры, вот Давид, Моисей, он говорил, он воспевал и говорил, вот научи нас так исчислять дни, чтобы приобрести сердце мудрое. И 90-й псалом, который был описан, и в этом таком хорошем, таком подбодряющем этом псалме, Моисей говорит дальше. Но я все читать не буду из этого псалма. Почему? Потому что и время бежит. Я бы хотел немножко побольше что-то рассказать. Но вот тут, вот этот 90-й псалом, если вы даже откроете его и дома сами прочитаете все, что не для всех, братья и сестры, он касается. Не для всех он будет покровом. Не для всех. Не для всех он будет утешением. Хотя, когда мы это читаем, мы думаем, о, и мы тоже, о, и у нас тоже будет так это. Нет! Так не будет. Потому что здесь он пишет, что только мудрое сердце. Если ты, брат и сестра, я не унижаю тебя, что у тебя не мудрое сердце. Или же еще какое-то, может быть, ты до чего-то не достиг. Я не говорю, я не имею права говорить. Но я говорю, 90-й псалом распространяется на тех людей, которые ходят мудро пред лицем Божиим. Вот таких людей Бог охраняет, Бог оберегает. Бог не допустит никаких проказ, никаких бедствий. Десятый стишок. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Это к мудрому человеку. Это к мудрому сердцу твоему. Если оно тебе мудро, ты поступишь мудро в любой ситуации. Хотя, конечно, у меня такой был момент, как мы сегодня говорим о том, жалеем. Может быть, кто-то сожалевает, недопонимая тех наших братьев, сестер, по болезни, которые лежат в больнице, не могли прийти сюда. И они бы хотели в свое время. И не было времени у нас этому ценить. А сейчас, когда я пришел в Дом Божий, я вижу, нету моих братьев, моих сестер. Нету. А я хотел бы. Вы знаете, у меня один был такой момент в жизни, когда меня посадили. И мне вначале говорили, что вот просидишь три дня, и тебя выпустят. И я надеялся на эти три дня, и у меня будет воля, меня на свободу выпустят. Но один из тюремщиков мне говорит, Иван, с КГБ никто на волю не выходит, только через зоны. И вот пришел такой этот момент, когда на третьи сутки мне принесли обвинительные. И там была статья от трех до девяти лет. Я должен... Мне статью такую дали. Вы знаете, в моем сердце все перевернулось. Я недопонимал вначале, как это так. У меня столько работы, столько труда на Неве Божьей. Мне надо ехать, посещать миссионерские точки. У нас было 33 города миссионерских точек, где мы обслуживали. А тут все. Оборвалась моя работа миссионерская. Я многое чего недопонимал. И я все надеялся на кого-то, что кто-то придет, кто-то поможет. И вы знаете, Бог мне многому научил. Бог мне показал, что такое мудрое сердце. Бог мне показал. И когда я вышел на волю, я обнимал братьев моих, которые меня встретили. Которые дороги мне были. И сейчас находятся. Братья и сестры. Я переживаю это и эту ситуацию, которой в данной ситуации мы сейчас находимся. Особенно пожилые люди. У меня есть много чего сказать в плане того, что мы хотим сделать. Почему? Потому что брат Саша сегодня напомнил один момент о мудрых девах. Когда это Христос говорил от Матфея, и он читал эти такие слова, и он говорил за мудрых дев. Вот я не буду говорить сегодня и читать за эти масла. За то, что эти не мудрых дев. Я буду говорить о мудрых девах. О девах тех, которые остались в той ситуации мудрые. И мы понимаем, что, конечно, мы являемся свет миру. И мы являемся солью земли. И наша церковь называется даже свет миру. Это на своем месте. Но есть один такой момент в Священном Писании. Когда Христос родился, когда Христос родился, ангел возвестил Марии и Иосифу, беги в Египет, скрывайся, поступи мудро, мудро поступи. И он послушался, взял и убежал. Хотя по-человечески можно было подумать, зачем ты, Мария, Иосиф, ты куда бежите? Куда вы? Зачем убегать? Что Бог не может вас сохранить? Есть другое место, Священное Писание. Уже немножко напоминали за Иосифа. Иосиф во время испытаний много чего пережил. И брат Вася сегодня, наш брат Вася, пастырь церкви, утром говорил большую, хорошую проповедь за испытания. За то, что как в испытании нужно себя показать. Вот так Иосиф. Представьте себе, было большое испытание для Иосифа. И он пережил. И раз откровение, или ведение царю, и никто не может истолковать. И когда этот веночерпий и другой сидел в тюрьме, он ему говорил, вот тебе когда будет хорошо, вспомни за меня. И он тут вспомнил. Да, вот есть такой юноша, он в тюрьме, он мне сны рассказал. И все сбылось. И призывает этого Иосифа. Иосиф, когда пришел, растолковал это ведение царю, и царь говорит, ну кто может быть лучшим управителем? Кто может это делать? Обратите внимание, на тот момент вельможи, все-все люди, окружающие этого царя, они все слышали. Они слышали, что будет столько лет урожай, что столько лет нужно, Иосиф говорит, разъясняет. Но никто не послушал его. Никто это не стал делать. Один Иосиф так делал. И вот когда пришли дни испытания, Иосиф оказался на высоте. Братья и сестры, мы не говорим, что некоторые наши братья, особенно пожилые, может быть, не имеют возможности где-то скопить что-то, приобресть на какое-то время хранение. И это совершенно верно. У многих не хватает, может быть, каких-то холодильников запасных. Они не могут запастись. Но я такой маленький пример приведу. Это мне мама моя рассказывала. Она жила на Украине, на Западной Украине. И мой дедушка по маме, и мама рассказывала, потому что когда их раскулачивали, и после раскулачивания их посадили в скотовоз и отправили маму и мою бабушку в Сибирь туда. Но мама рассказывала, какой у нее был папа. Это мой дедушка. Когда советская власть в деревню пришла, у деда была мельница. И дед настолько был, как я выражусь открытым текстом, скажу, такой мудрый, такой мудрый, что пришла советская власть, все забрала, конфисковала все. И дед не сопротивлялся, все отдал. Через месяц приходит, смотрит, у деда все равно мельница работает, пшеница есть. У него спрашивают, где ты взял? Он молчит. Они снова забрали. Три раза его раскулачивали. Настолько дед был мудрый, что в этой ситуации, где он прятал, как он, я не знаю, но настолько он мудро поступал, он понимал, что это такое. Четвертый раз пришли, забрали его и расстреляли. Его и старшего брата, а их посадили и вывезли в Сибирь. Братья и сестры, мудрое сердце, я думаю, не могу сказать, что у вас его нету, но я хочу благословить вас, чтобы оно было, и чтобы мы были в числе мудрых дев, которые не транжирили масло налево-направо или скудно себе делали жизнь свою, но собирали масло в сосуды. И когда пришло, пройдет день испытания, день, который, как брат Вася сказал, что нету человека, который бы Бог не испытал, мы все будем испытаны, и придет такой момент испытания, чтобы вот этот запас масла вы могли не только для себя употребить, употребить, но и ближним помочь, и ближнему дать, братья и сестры. И это я пережил себе в камере, когда я надеялся на кого-то, но пришел ко мне сам Иисус, и он меня подкрепил, и он мне сказал, объяснил мне, что надежда не на брата, не на сестру, но только на меня, братья и сестры. Мудрый человек, он не спешит что-то сделать, что-то сказать. Мудрость, когда у него много масла, и он может этим маслом поделиться. Что я предлагаю? Что я даю вам? Какой совет? С сегодняшнего дня. Та ситуация, которая сложилась в нашем городе, в нашей церкви. В основном идет коронавирус, средний возраст и постарше, братья и сестры. На то наше есть правительство, которое Богом поставлено, которое на добрые дела. Давайте их прислушаемся. Они советуют пожилым людям не выходите из дома. Если даже у вас нет ничего кушать, не выходите в магазины, не едьте. Потому что иммунная система у пожилых людей, она ослабевает, ослабела. И мы не можем перенести тот коронавирус, который идет. И я прошу вас, если у вас какая-то есть проблема, звоните, мне звоните, номер телефона. У нас, мы организуем братья наши, сестер и молодых, которые могут приехать к вам и помочь, которые могут приехать и съездить, что вам нужно, закупить вас. Потому что сколько он будет, месяц, два, три, четыре месяца, мы не знаем. Но предрекание есть такое, что, допустим, этот коронавирус, он быстро не пройдет. Не пройдет. Ну, извините, вы, наверное, все знаете, мои дети работают в полиции. И их там очень много. Вчера было ихнее совещание. И им сказали так, что идут такие дни, времена такие, что людей тех, которые мало, которые провиненные, или мало, которые провинились, как своровство, или еще что-то, будут выпускать тюрьм. Их выпускать будут на свободу. И могут участиться всевозможные воровства. И всякие разные неприятные такие ситуации для вас. И даже, допустим, есть такое паническое состояние у наших славян. Я бы попросил, чтобы вы, братья и сестры, мудрое сердце возьмите. В каком плане? Паника какая? Я понимаю, что некоторые наши славяне живут уже в Сакраменто, или же кто-то смотрит даже не в Сакраменто, в Соединенных Штатах, и пережили ситуацию, бывшую в Советском Союзе. Когда ломалась структура, когда деньги менялись, я жил уже в Америке. Я этого не переживал. Это я не знаю. Но я только один момент пережил. Когда я отсюда ездил, летал туда и помогал. Это было в Караганде. Я был когда на служении, и мне звонок, и мне братья с России звонят. Это уже было поменены деньги. Люди были в такое паническое состояние. Вы это знаете, некоторые, которые теряли много. И видите эту ситуацию, которая сейчас у нас в Америке. Идут в банки. Некоторые люди состоятельные наши, имеют, ну извините, 30, 40, 50 тысяч накопления. И имеют. И слава Богу. И я вас благословляю. И больше имеете. Но не забирайте деньги в банки. Не делайте это так, чтобы у вас головная боль другая была. Где положить? Что сделать? Потому что много моментов будет таких учащаются. Уже и сейчас есть такие моменты, где воруют, воруют, приходят домой под видом медицины и будут говорить вам, что вот надо на коронавирус проверить. Ну-ка давай мы тебя проверим. Или еще какими-то будут уловлять вас, какими-то другими путями обманывать вас. Поступайте мудро. Благоразумно поступайте. В это время. Конечно, я не нагнетаю на вас, но просто ту информацию, о которой сказали мне дети. И они говорят, папа, скажи людям, чтобы не паниковали, чтобы этого не делали, братья и сестры. И даже вот мы уже, как и служители, и я узнал даже сегодня, в Голгофе своровали, допустим, забор. А у них все на видеокамеру записано все. И мой зять, сын мой старший, говорит, папа, на, посмотри. Пришел человек с болгаркой, отрезал эти заборы металлические и поставил. В пять часов утра оделся так по рабочему, подогнал трочок и загрузил эти два пролета этих заборов металлических и увез. Казалось, зачем? Зачем это делается, братья и сестры? Но поступайте мудро. Поступите разумно, как эти мудрые девы. И нам, как мы, ну, извините, я как отвечаю за миссионерскую нашу работу. И в этой ситуации я вижу кое-какие есть проблемы. И с этой туалетной бумагой, и с этими салфетками, и со всеми. Хотя в магазинах уже на все есть, но просто не рекомендуют пожилым людям ходить. Вы, братья и сестры, нашей церкви, конечно, мы хотим только обратить на нашу церковь желательно. Вы звоните, вы пишите, говорите, чтобы мы приехали, и мы будем помогать. Сегодня утром было сказано, ну, как нам запасаться маслом в это время, где нельзя встречаться? У нас есть салфетки, у нас есть маски, у нас все есть для того, чтобы посетить пожилых людей, для того, чтобы помочь им. Да благословит вас Господь и нас тех, которые трудятся, которым Бог открывает и говорит нам, чтобы, что нам делать? Да благословит вас Господь, чтобы мудрость та, которую Бог дает, мудрое сердце, оно было показано. Почему? Потому что те мудрые девы, когда спрашивали, это Матфея, 25 глава, 37 стих, что тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагими одели, и сороковой стишок говорит, и царь скажет ему в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному, и сих братьев моих меньше, то сделали мне». Братья и сестры, давайте мы вооружимся делать для Христа в любой ситуации, какая бы то ни пришла в нашу страну, в нашу церковь. Иисус говорит, что вы сделали мне, да будет ты, брат и сестра, благословенные, да будет твое сердце расположено, если будет такая ситуация, что-то кому-то где-то помочь, и последнее твое отдай ближнему, и тебя Бог еще больше благословит. Поверьте моему слову, потому что я в жизни это много испытал, когда Христос, Бог говорит, и мы делали, и вы знаете, настолько Бог еще больше благословляет, и вас также благословит. Давайте мы в нашей церкви, свет миру не будем опускать руки в этой ситуации, но будем совершать молитвы, будем поддерживать друг друга, и благословлять, чтобы у нас было доброе, разумное сердце в той или иной ситуации. Мы сейчас помолимся вкратце, чтобы Бог благословил. Давайте мы, кто сидит там за монитором, или в какой ситуации ты находишься, ты давай, трачок свой оставь, если ты на траке. Останови трачок, запаркуй его, встань, и давайте мы совершим краткую молитву, чтобы Бог благословил нас и помиловал нас в этой ситуации. Друг святой, Друг святой, Аллилуйя, Аллилуйя.